Это Виста, и мы посмотрим, как она восстанавливает, и на ней, и на этой методике тоже можно, наверное, самый все-таки метод, позволяющий подращивать вот эти сосочки, можно его применить на два зуба, на один, наверное, нет, на два все равно, что у нас в межзубной сосочке участвуют два зуба всегда, можно вот хоть на сколько, и мне, конечно, очень нравится им работать именно с этой точки зрения, что позволяет в таких рецептах третьего-четвертого класса, когда уголь сосочка второго-третьего класса, работать этой методикой. Вот видите, только мы переместили, они уже заполнились, эти черные треугольники, но здесь требуется очень хороший тонкий скальпель, и я делаю вот это все офтальмологическим, именно вот это препарирование в области сосочков по циркулярной борозде, чтобы подращепить, расслоить, подращепить, расслоить. Вот эта операция занимает много времени, где-то два-два с половиной часа, да, потому что очень долго, ну, наша задача, вы же знаете, не разрезать его, не рассечь и не разорвать. Поэтому медленно, с дыханием, постепенно. Обращу ваше внимание, мы устранили рецессии, мы устранили убыль межземных сосочков. И обратите внимание, вот здесь на этой фотографии очень хорошо видно рост нюбный. Здесь не было аугментации с медиканным трансплантатом, депитализированным. Здесь просто вот за счет того, что мы с этой травмой хирургической переместили его, подтянули коронально, и он растет, и он будет еще расти сюда. У него теперь есть запас и потенциал. Ну, на этом наш теоретический курс окончен. А что у нас по времени? Раз минуты. Фармаковедение. Да, мы сейчас с вами поговорим про такул фармакотерапии, поддерживающий на любом послеоперационном периоде. Значит, по поводу антибиотиков. Я назначаю антибиотики только в костную пластику, имплантацию или острые воспалительные процессы. Все остальные таблетки я назначаю только как болеутоляющие или десенсибилизирующие при применении аллогенных костно-пластических материалов. Зертек назначается от 3 до 7 дней. Одна таблетка в день или Эриус. Пожалуйста, без вопросов. А ведение. Я своих пациентов веду только на препаратах компании Фиталон. Это фитодент, эликсир и бериогель либо с дегидроферцитином, либо с хлорококсидином по показаниям. Все, в принципе, очень просто. Ну, гипотермия в первый день после операции. Избегать физических нагрозок. Курильщикам я запрещаю курить в день операции. Сразу не расскажу. Ну, они же все равно не будут сидеть две недели до снятия швов и не курить. Если бы они так могли, они не были бы курильщиками. Возможно, и многих проблем у них не было. А на сегодняшний день еще появились курильщики, которые курят электронные сигареты. И с ними намного еще сложнее, потому что у них глицериновая пленка покрывает слизистую. И нарушается трофика и кислорода обмен тканей, да, собственно. И вот они вообще такие синюшно-зеленые все. Я их пересаживаю на простые сигареты, кстати. Ну, если они не могут показаться, то это пагубные привычки. То есть я им запрещаю курить вообще вот эти все электронные девайсы. И только после этого мы с ним уступаем уже в какие-то отношения хирургические. Валерия, самому, разкустить, а зубы будем чистить? Зубы чистить два дня ватной палочкой, смоченной в эликсире. Потом 12 дней мягкой зубной щеткой, какой-нибудь софт-экстра-софт. Но зубы чистить обязательно. Просто чистить зубы обязательно. Нет, ну вообще ваши пациенты должны чистить правильно зубы. Вылетающие движения? Да, да, конечно, конечно. Есть методика, а после снятия швы? Вот, после снятия швов еще две недели был в зоне операции мягкой зубной щеткой. Потом традиционная обработка. Ирригатор на той челюсти, если забирался трансплантат, мы не пользуемся, да, чтобы оградить себя просто от риска кровотечения отсрочно. По поводу кровотечения. Я еще раз вчера проверила. Нету, конечно, такого экстренного средства. Вот. То, что мы можем сделать в кабинете, в клинике, если это ливануло, мы уже вчера обсудили. Бывают кровотечения отсроченные. Например, которые открываются ночью. Очень часто это не имеет никакую симптоматику общую, да, у пациента. Это очень часто связано с тем, что они ночью во рту бессознательно начинают теребить эти швы. И что-то задевают где-то. Или при принятии пищи у них такое происходит. В этом случае, в принципе, я советую просто пациентам, да, гипотермию. Людинки в рот набрали, подержали, полежали. И все само прошло. Если совсем его заливает йод, вызываем спору и ленинг. Все. Но нет, к сожалению, у таблетки счастья экстренной здесь никакой нет. У меня некоторые пациенты, у которых такие проблемы есть, они знают, что у них поздняя срочно. Это же связано, вот это отсроченное кровотечение с неба, связано с тем, что сосуды имеют нетрадиционную эластичность. Есть такие, особенно девушки, у них есть такой синдром Альма-Мастерса. Он вообще относится к гинекологии. Но поскольку у них сосуды просто все так работают, они называются позднее расслабление. Да, он очень долго находится в тонусе, потом он дилатируется и дает вот это кровотечение. И вот такие девушки у меня, они с собой все знают. И если у них уже это не первый раз, у них дома всегда есть просто коробка с геностатической губкой. Они ее просто прикладывают, прижимают пальцем к тампончикам, и у них так все останавливается. После операционной вы написали, что вы делаете ему в пациенте, да? Слышите, мы даем им сразу обезболивающее, чтобы они ехали домой в нормальном состоянии. Даете? Обязательно, да. Да, обязательно. Единственное, мы не колем. Как-то пациенты не хотят колоться. Ну, они таблеточку, таблеточку. Да, помните, что при муке генгевая хирургии никакой нельзя назначать китопрофен. Как обезболивающий, китаролак, потому что он вызывает риски кровотечения. Просто имейте его в виду, что он как обезболивающий препарат не назначается в нашем случае. И при имплодации тут. Зачем? Конечно, не надо. По поводу использования дентального салкосерила. Мы вчера просто как бы не остановились на этом. У нас был какой-то хаотичный диалог. Дентальный салкосерил адгезивный, он за счет того, что он очень сильно прилипает, он нарушает трофику и оксигенацию тканей. Что, в общем, может быть хорошо, но не очень показано. Может быть, стоматиты им и облегчают жизнь. Но для нашей процедуры он не подходит. Но имплантологи вообще должны знать, что в области имплантации нежелательно пользоваться. По определенным причинам. Ну что, вы все будете отдыхать. Давайте и мы вам будем готовиться к практике. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...